Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Значит, я заметил, что являюсь жуткой эгоисткой. То есть я не люблю ни семью, ни друзей, ни даже себя. Я ничего не испытываю, когда кто-то испытывает боль. Когда больно мне, то виню я только себя и никого больше, оправдывая обидчиков. Можно листать добрее и начать чувствовать что-то. Ситуация здесь заключается в том, что стать добрее – это одно. Начать что-то чувствовать – другое. Не одно и то же. Это не то же самое. Вот. Поэтому, безусловно, можно сделать и то, и другое. Но, хочется сказать, что, не обижаться, пожалуйста, но у вас, по моим ощущениям, как будто бы такая каша в голове, потому что много всего вы мешаете. Эгоист – это человек, который себя любит, в первую очередь. И через любовь к себе такой человек проявляет какие-то чувства и эмоции к другим людям. Не обязательно, ну, не обязательно, да, что это чувство, там, всегда хорошее, да. Не обязательно, что это всегда какая-то позитивная история. Нет, это, в принципе, может быть и что-то негативное. Но, повторюсь, делается это из любви человека к себе. Вот, если вы говорите о том, что, какое у вас отношение к самой себе, вот, то я бы сказал, что вряд ли мы здесь можем говорить о том, что вы эгоисты. Потому что, повторюсь, эгоист – это тот, кто себя любит. Если вы себя не любите, вы не эгоисты, ну, не эгоисты. По поводу того, что у вас нет чувств, да, то есть, ну, вот, вы не чувствуете ничего. Это очень похоже на подавление своих чувств. То есть, нужно здесь, в данном случае, действительно учиться находить, ну, учиться замечать чувства, которые у вас есть. То есть, это определённый процесс, вот. Но, в первую очередь, желательно, конечно, увидеть, эм, увидеть то, что подавляет ваши чувства. Вот. Это, мне кажется, гораздо важнее. Ну, вот. Потому что, ну, как бы, эм, научиться не проблема, а вот увидеть, увидеть, что вас подавляет – это куда более важная история здесь. Именно научиться видеть то, что подавляет вас. Поэтому, да, можно. Вот. То, что вы оправдываете обидчиков – это тоже запрет на чувства к другим людям. Вот. То есть, вы себе это запрещаете. Соответственно, с запретами и нужно работать. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего, эээ, всего самого доброго и удачи. Обращайтесь за помощью.